всем привет дорогие друзья с вами я тут мы продолжаем играть в кофейню и судя по этой заставке нас ждет новое веселое приключение давайте посмотрим вау посмотрите какой у нас land rover приехал не знаю как он называется там discovery наверное так и кто же у нас у нас какая то новая новая посетительница а на моей памяти такой не было давайте с ней пообщаемся и так привет меня зовут лора я столько слышал о вашей кофейне что просто не могла не приехать приятно познакомиться а что вы слышали что у вас постоянно что-то находит пропавших песиков бывших мужей древние артефакты а это как раз мой профиль мужья песики или артефакты артефакты конечно и археолог и египтолог и профессионал в отличие от черных копателей этого ком о любителях находить сокровища и продавать их на черном рынке эх столько ценных предметов а силы в руках нечестных дельцов и это наверное прибыльно да а мне вот приходится подрабатывать чтобы и хватало денег на поиски реликвий кстати может вам курьер нужен возможно мы на этом заработаем не сомневайтесь вы получите денежку специи и подарки а я чаевые за доставку хотите попробуем давайте что нужно делать нажмите на мою машину примите заказ и соберите его я отнесу вкусности клиентам а вы получите награду за 30 заказов положен золотой подарок здорово давайте начнем до выполним первый заказ и приступим к поискам артефактов окей так ну что друзья давайте мы нажимаем на машину дали нам заказики давно у нас таких заказиков не было я сейчас коплю 9500 нет 9 миллионов 500 для того чтобы перейти сделать квест и перейти на 31 уровень ну еще как вы видите достаточно далеко до этой цифры поэтому поэтому я надеюсь что данный квест поможет нам немножко подзаработать ну и всячески поправить материальное положение и тем самым улучшить нашу кофейни до 31 уровня так друзья давайте принимаем заказ назначаем туда пару бойцов которые будут у нас собирать это слушать как мне эта машинка нравится я просто просто вообще феерическом восторге так ну и сейчас мы соберем все что тут на зарабатывали наши коллеги по нашему кафе и друзьям вернемся с вами после того как я наберу 30 заказов итак друзья у нас сложилась супер опасная ситуация на нашем футбольном кофейном поле друзья давайте посмотрим идем с вами в наш городок и смотрим вот сюда смотрите какая красота у нас есть шансы занять первое место мы идем ноздря в ноздрю с нашими противники но друзья нам не хватает ну некоторого количества очков надо постараться в течение суток можно еще будет набить очков набить так чтобы наконец победить поэтому если вы являетесь жителями нашего городка и еще не участвовали фестивале или участвовали но не очень активно то пожалуйста поучаствуйте так чтобы мы заняли с вами первое место и поднялись на лигу вверх ну а кто может еще поучаствовать здесь достаточно большое количество людей есть итак давайте вот посмотрим ну наталья у нас как всегда молодец я ну так себе но тоже молодец подшангел трипи ренегейт ну так более-менее но можно еще постараться но друзья друзья все остальные но пожалуйста я вас умоляю помогите помогите разрешить эту ситуацию так давайте вернемся назад к нашим так сказать бараном и собственно я собрал нужное количество заказов 30 кстати за последний заказ я получил золотой подарок который надеялся что смогу применить некоторым образом в получение очков для фестиваля но к сожалению там не было за задание на получение золотых подарков но да ладно друзья ничего страшного будут дальше естественно собирать но уже не буду тратить алмазики а мы сейчас с вами узнаем что собственно за историю нас ждет смотрите как она здесь пирамидка клевская помимо кстати вот этих вот нововведений еще здесь у нас появится тут водичка ну как-никак мы на берегах нила теперь находимся и здесь еще обратите внимание друзьям у кролика у нас тоже кое-что поменялось если мы делаем с вами задание то у нас и попадаем на вот этого вот деятеля у нас получилось что раньше был там 2 с чем-то минута внутри грубо говоря сейчас минут 10 дает нам на выполнение это задание кстати можно бросить кубик посмотреть что у нас получится не за мало ли может быть что-нибудь прикольное получится так две штучки мы получили отлично только как раз о чем я говорил сейчас вам покажу смотреть мы вот 9 минут 54 секунды поэтому если вы по тем или иным причинам не пользовались не участвовали в этом фестивале может быть есть смысл поучаствовать я иногда забываю про него прихожу ухожу и вроде как норм так у нас с вами америка на женщине давайте мы сделаем берем америка на женщине надеюсь женщине у нас есть до женщине у нас есть супер и сейчас мы с вами еще немножко поиграем в этого гребаного кролика так бросить бесплатно давайте шесть блин да что ж такой один ну ладно хоть алмазики дал но не страшно не страшно так все есть больше изменений никаких нету ну попозже может быть еще побросаем посмотрим там мне вроде недалеко до приза осталось немножко до изменились правилам так что обращаю ваше внимание если теперь стало проще получать все эти призы так все друзья начали 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 уже по делу с вами говорить смотрим еще вот она наша подруга сидит ну что первый заказ выполнен с чего начнем поиски запрос на местных жителей думаете они расскажут про сокровища подойдут любые легенды слухи рассказы стражилов они бывают полезными ученым и приводит к неожиданным находкам каким например одна бабушка рассказывала что у нее в трубе камина лепрекон живет и ночами завывает я решила проверить осталось у нее на ночь и что случилось ночью сначала тишину нарушали только похрапывание старушки и я почти уснула но внезапно начался леденящий душ увой ужас звук шел прямо из камина да старушка спряталась под одеялом а я подкрылась к камину и посветила фонариком не сразу но смотрела так ну что так трубочисты которому кое-что прощемило ха-ха нет там был гном настоящий что ли нет из глины а в груди у него была дара и как только я ее прикрыла войс сразу прекратился и что было дальше гномы убрали а под ним нашли горшочек золота старушка была очень благодарна и подарила горшочек да уж думаете наши посетители расскажу что такое очень может быть поговорить пожалуйста с ними а вот вам за помощью украшение на стену факел благодарю так давайте глянем чуть за факел на складе ой какой забавная ну-ка 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 смотрите какое интересное не знаю ну пусть может здесь висит да наверное здесь его и повесим такое в забавное забавное украшение но давайте пообщаемся что нам напишут с кем нам надо поговорить с ватсоном сбила мэри петровичу маргарет постараюсь их запомнить начнем с ватсона ватсон где можно найти старинные артефакты там где они потерялись серьезного цен поймать эти советам в этом случае советом помочь не могу а зато могу подарить синий подарок ну так подарите обязательно только нарядите татьяну или кого-нибудь из персонала в римский костюм так давайте посмотрим что за римский костюм о прикольно 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 ну на это столько алмазов нужно что просто жесть какая-то не знаю я стараюсь нет не тратить у меня вот только есть сказочные костюмы и и не я вообще костюмов здесь на любой вкус есть вечеринки тут всякие он кстати прикольный костюм тоже окей давайте возвращаемся назад понятно что ватсон конечно молодец красавчик и все такое но как-нибудь мы без этого костюма вполне можем обойтись и так давайте продолжаем кто у нас там еще по на очереди били был бил где можно найти старинные артефакты ну я их обычно сундуках нахожу подземельях или пещерах в нашем городке есть такие только на моем компьютере окей все понятно так то у нас там еще остался мэри петрович марка отлично мэри то есть мэри маргарет где можно найти старинные артефакты насколько старинному такие чтобы заинтересовать археолога ну лори значит помогать но вроде того искать артефакты нужно там где проходили грандиозные биты эпохальной встречи а плелись гениальной интриги и у нас есть такое место а то садик на моем участке пускай лора поищу там гарантирую что найдет нового интересного окей с петровичем потрячем петрович где можно найти старинные артефакты в музее или это в армитаже эрмитаж это и есть музей ну тогда не знаю артефакты обычно в кино ищут приключения драконы королевы и сокровища всякие любите такие фильмы на обожаю не один такой сериал 8 лет смотрел смотрел он бац и закончился грустно как-то как поднять вам настроение ну поставьте в кофейне столик на двоих капкейк он будет напоминать мне о любимых героях а вам принесет золотой подарок окей кстати надо тоже посмотреть что это за столик давайте глянем о какой симпатичный столик в виде капкейка натуре но видите за алмазики ну алмазики мне конечно есть на трате я совершенно не хочу хотя нам золотой подарок принесет ну мы же его не отобьем а этими алмазами а ладно тогда петрович обойдется так и кто у нас еще остался последний с петровичем все ясно так это мы пока с вами не будем делать смотрим вот мэри ну давайте с мэри поговорим вот она у нас мэри где можно найти старинные артефакты а я не знаю спросить лучше у лоры она все-таки археолог и должна знать такие вещи окей ну что друзья толком нам никто ничего не ответил давайте будем общаться с лорой и еще раз так ну передадим и ответ посетителей мне нравится идея исследовать участок маргарет как думаете там могут быть артефакты там что угодно может быть закуп на даже ее бывший звучит убедительно но если серьезно и в саду можно найти что-то цены например что ну кости мамонта гробницы у итрусков и даже трехметровые мумии кстати одну такую меня утил джек кто такой джек один археолог когда мы учились в университете девчонки его обожали а профессора прочили карьеру но вы с ним не поладили да наши пути разошлись он погнался за легкими деньгами теперь ищет артефакты для богачей я его давно не видела так что не будем об этом хорошо начнем пульски с сада маргарет друзья я думаю что мы с этим деятелем еще встретимся да на всякий случай еще в пару месяц загляну давайте выполним три заказа как раз успею все исследовать окей ну три заказа мы с вами все сделали и давайте пообщаемся или заказ готовы вам удалось найти что-нибудь и я прошла с металлоискателем по участкам ваших посетителей да и кстати по поводу заказов давайте раз заказы как-то очень быстро сделались ну прям вот и готова с четверга я делал четверг пятница суббота и вот сейчас суббоскресное утро ну фактически мог бы еще даже наверное в субботу вечером это сделать ну просто я не люблю вечерами писать видосики голосами какой-то сериала получается асу-3 она сама но очень короче быстро очень получилось но мы единственная проблема была с последним заказом про что такое кое-что ли докупить до него ну неважно я прошла с металлоискателем по участкам ваших посетителей отчетом пока не было у петрович например погребальный курган а с чем ему курган участки для старого отбойного молотка он свое отработал а вот петрович решил устроить пышные проводы великий был молоток а к счастью петрович во время прибежал и сказал мне что раскапывать священное место нельзя а что вы еще нашли не я проверял и есть что ли нибудь что интересное под кофейней и мой металлоискатель запищал как бешеный я подумала вот она сокровище что там было ваш склад и я его тоже не стала раскопать а вот на участке маргарет я обнаружила кое-что необычное что там было красивый фигурный ключ на вид ему лет двадцать если есть ключ что должна быть и замочная скважина а сама маргарет знает от чего он может быть она начала припоминать поговорите с ней пожалуйста я пока внесу записи в археологический дневник окей ну слушайте маргарет такая тетка не то что повредная скрытная очень я думаю что мы от нее толком ничего не добьемся но говорить-то стоит итак вы вспомнили от чего ключ который нашла лора от шкатулки от какой шкатулки от одной из тысячи который мне дома валяется а откуда вас тысяч готова и испытываю к ним слабость одно время у меня была кровать виде шкатулки так мой бывший испугался подумал что я вампир и сплю в гробу может он и выбросил ключ на ваш участок не исключено и я сообщу как только найду подходящую шкатулку для ключа поговорим когда выполните 5 заказов с лорой окей что давайте еще раз подращим вы подобрали шкатулку ключом вот она начинается а где что начинается приключение ключ подошел к одной шкатулке и она совсем не простая почему так думаете и изготовил мой давний знакомый мастер он хорошо разбирался в египтологии и любил загадывать загадки можно его спросить про шкатулку мастер уже в лучшем из миров тогда давайте просто откроем шкатулку ключом а давайте о что-то щелкнуло и вылез пергамент загадкой и что там за загадка все написано египетскими иероглифами расшифровать такое могут немногие лора говорила что археолог египтолог точно поговорите с ней мне самой очень интересно какой секрет скрывать шкатулка окей так ну что давайте лора 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 вот она у нас сидит в шкатулке был пергамент с египетскими иероглифами расшифруйте ого дайте заглянуть да надпись сделано на египетском языке таллимейской эпохи тот кто взглядит все загадки получит сокровища и какие обещают сокровища секретное оружие царица клеопатры интересно что это катапульты пушки для греческого огня или что-то покрюче и какая первая загадка это рисунок нужно сосчитать сколько на нем животных сколько раз и нужно прокрутить ключ вроде не сложно а если не правильно сосчитаем но тут сказано что тогда внутри треснет ампулы с кислотой и текст на остальных подсказках исчезнет сокровища будут навсегда утеряны так давайте считаем количество животных на рисунке ух ты так и так птичка 1 верблю 2 лось 3 жук скоробей 4 крокодил 5 леопард 6 жираф 7 ну наверное все наверное 7 еще раз считаем 1 2 3 4 5 6 7 ну давайте попробуем 7 7 посмотрим что из этого получится так с кем нам надо пообщаться скажите пожалуйста так 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 наверно склеопа но из-за выхода склеопа трослоры кажется я знаю сколько животных на рисунке отлично сколько же 7 и у меня столько же верблюд кошка крокодил сокол гепард жираф скоробей что же давайте прокрутим ключ 7 раз кой вот и все что такое открылась а вот из новая загадка в славном граде александрии вздвигнут памятник хранителю ключа который укажет путь к сокровищам следующий ключ находится у памятника в александрии похоже на том и это не конец загадки дальше пока не могу расшифровать зато уже можно искать города под названием александрии и в мире не меньше дюжины все не объездишь но можно найти фото памятников в интернете точно попросите билла поискать памятники он же у вас главный по интернету а я покажу шифрую загадку до конца окей ну что давайте потрощим с били били привет мне нужна твоя помощь билл мы ищем памятник где вы в последний раз его видели мы его пока не видели знаем что он в александрии у него есть ключ и это не так то просто городов под названием александрии да да они меньше дюжина как скоро вы справитесь но постараюсь как можно быстрее думаю как раз вы успеете выполнить 8 заказов так далее поговорим окей ну что мы и 8 заказов уже выполнили давайте пообщаемся опять били били добрый день вы нашли в александрии стату с ключом да а заодно кажется стал профессором статуи и ведение или доктором памятка галоги сбросьте фото статуи лоре пожалуйста окей правда подходящих статуи оказалось целых три понятно надеюсь вы словами разберете кота разберетесь которая именно вам нужно окей лора 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 вот она мы раздобыли фото памятников с лучами памятников значит их больше одного ну хорошо разберемся как раз расшифровала иероглифы как должно помочь это должно помочь и что там было сказано что нам нужен памятник войну чем меч оборонял земли от варваров и народ выбрал его своим предводителем найти статуи войны и заборного в короче предводителя ох 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 круто 1 2 так 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 сейчас 6x4 сейчас сейчас посмотрим значит а то скользовать городе александре которого в руке есть ключ этот ключ а все понятно давайте посмотрим еще раз так нет блин я не помню друзья представляете нам бы еще бы раз бы посмотреть как-нибудь а вот есть возможность вот ключ в 3 короче меч и ключ все окей 3 берем но я бы и так бы 3 сейчас выбрал значит так 3 статуя у этой статуи ключ и меч но это не предводители это статуя простого воина взгляните еще раз более да ладно меч и а вот ключ смотрите вот видите 1 ну типа жизнь какая-то хрен узнает предводитель он или не предводитель здесь точно меча нету никакого ну давайте попробуем первое так первая статуя похож на то это воин с мечом а на поясе у него висит ключ и видно что памятник изготовлен из золота такое делали только для правителя ну нихрена си и как мы должны были догадаться что это вот так ладно круто значит нужно как-то забрать ключ у этой статуи да только не забрать и сделать слепок я потрачу много времени если поеду александрею сама если бы там был кто-то знакомый у наших посетителей могут быть знакомы например у фернандо точно я слышала что у него есть сообщество кофейн заведением по всему миру поговорите к с ним пусть его лучше его люди снимут слепок с ключа прямо какие-то мафиозные разборки уже пошли ну давайте пообщаемся с фернандо и стой-той фернандо фернандо вернись вернись я все прощу куда ты фернандище друзья придется перерываться так итак друзья фернандо пришел назад сейчас мы с ним пообщаемся знаете что о чем я вам с вами хотел поговорить смотрите здесь взял заказ и за заказ дают золото это обычный заказ который будут просто принимаете честно говоря метку первый раз выпало зовут все время когда ввели золото не знаю может быть какие изменения сделались не попадалось ли вам такое тоже напишите пожалуйста отправлен заказ получаем одно золото красота так давайте-ка мы сделаем еще какой-нибудь заказ например вот с кардамошечкой все принять все пусть она работает так ну а мы продолжаем нашу великую эпопе и давайте пообщаемся с фернандой фернандо на скором просьба для вас что угодно нужно сделать слепок ключа который держит памятник в александре и я человек слова выполняю вашу просьбу можно только один вопрос зачем ключ нужен чтобы открыть скатулку и найти секретное оружие клеопард 3 зря я спросил ладно давайте опустим подробности попрошу знакомых сделать слепок а вы тогда сделайте 12 заказов и поговорите с лорой спасибо вот фото и координаты статуи так ну у нас все заказы сделаны мы общаемся с лорой вот и лора и фернандо передал вам ключ дано сейчас ставлю его шкатулку готово что-то новая загадка пергамент с цифрами а это координаты скорее всего сокровища спрятаны именно там но есть одно но в чем дело фернандо не только передал ключ но и рассказал что возле статуи ошибался человек очень похожий на джека друзья помните я вам говорил что мы с этим гадом еще встретимся я вам о нем рассказывал и что это значит для нас у нас серьезный соперник и как бы не хотелось признавать но джеку пару раз удавалось опередить меня из-за гребаста и загребастать загребастать сокровище он снова хочет вам насолить меня дело не только в личных мотивов джек работает а мистер гадсона гадсон шикарная фамилия а вместе они как хвост и воландеморт как мини и мы как доктор зло как гмо и глюкен как хорошо хорошо кто такой этот мистер гадсон влиятельный коллекционер весь черный рынок артефактов проходит через него все это знают но доказать не могут полиция разводит руками и что же делать придется действовать в одиночку мне не впервой надо заработать сокровище раньше них давайте сделаем 16 заказов мне понадобится снаряжение покинут штан заказов нас есть давать с ней опять потрощим что нового вы нашли секретное оружие клеопатры пока нет но нашла место где она должна быть заброшен дом с ужасно темным подземельем там были 7 странных объектов 7 гномов нет макета 7 чудес света каждая размером с небольшой дом в середине пирамида хеопса остальные расставлены вокруг сокровища думаю не в пирамиде на ней нарисован иероглиф обозначающие сокровища но пирамиды наглухо закрыты может есть какие-то подсказки или необычные вещи куда уж более необычная разве что стеклянные призма на на верхушке пирамиды а вблизи расставлены факелы зеркала так друзья сейчас надо сосредоточиться и пройти путь в путь сложный и короче сейчас пройдемся итак попробуйте присмотреть зеркало может тогда пирамида откроется попробуйте направить свет стеклянную призму попробуйте сжечь факелы так факелы факелы но давайте факелы зажим я попробовал но кроме дыма ничего не получила думаю нужно осветить стеклянную призму на пирамиде можем использовать для освещения чудеса света вокруг пирамиды хорошая идея какой из них даст мост мощный луч мощный луч так александрийский маяк отлично отличная идея где еще взять свет как не у самого легендарного александрийского маяка в истории выполним 19 заказов не успеете сказать черничный пирог как я уже вернусь окей так ну что давайте 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 с вами замутим свет так вы открыли пирамиду там ничего нет ну то есть там есть но если бы не эти автоматчики а потом джек погодите давайте по порядку да простите я зажгла александрийский маяк как вы и советовали но ничего не произошло мы ошиблись нет мы выбрали правильно но зеркала были повернуты не по тем углом я расставил их правильно и тогда ой рассказать скорее луч дошел до стеклянной вершины пирамиды а потом но давайте посмотрим что у нас произошло так зеркала луч о класс и факелы зажглись смотрите-ка отлично окей так ну и чё лора пухом вы все же вошли в пирамиду да но следом ворвались люди с автоматами слушайте друзья ну это какой-то индиана джонс уже получается какой кошмар что они сделали отняли сундук сокровищами а за ними с улыбкой победителя вошел джек и приказал меня связать вот ведь негодяй издевался мол старался остался бы со мной поболтать но ему нужно заняться сокровищами которые нашла я а вы что ему сказали правду что джек на самом деле хороший человек и губит себя работой на мистера гадсона а что джек перестал улыбаться и покраснел молча забрал сокровища уехал со своими солдафонами а я только могла что ругаться след как вам удалось выбраться меня спасла маргарет она ты там как оказался об этом лучше спросить ее саму окей ну давайте пообщаемся маргарет маргарет как вы узнали что лора была в опасности я приглядываю за ней с тех пор как отдала ей шкатулку вы следили тогда почему не остановили джека джек пешка я не съела его но съем короля мистера гадсона лора упоминала гадсона это черный коллекционер верно да и мой заклятый враг вот эта шкатулка была наживкой который маргарет раскинула я так и узнал я не раскрыла у него краденые артефакты возвращала музеи но в этот раз я буквально сделаю ему подарок какой подарок вы сделали продала его людям вторую шкатулку но лишь для того чтобы выследить где он держит свою коллекцию чтобы раз и навсегда покончить с ним подождите есть 2 шкатулка такая же как у нас до мастер сделай две шкатулки и обе были у меня я и хранил ожидая подходящего случая и вот случай по имени лора наконец-то наступил значит лора не случайно нашла второй ключ в вашем саду я же говорю да пришлось ее использовать и с ее знаниями опытом и наивностью вряд ли бы она добровольно согласилась участвовать в деле так хитрый план гадсон должен быть наказан а мы обязательно победим сделайте 22 заказа и обсудим что делать дальше окей ну 22 заказа мы сделали и обсуждаем дальше и так у вас есть план как победить гадсона я знаю что будет до встречи с гадсоном и знаю что будет после но что будет во время понятия не имею я полагаю на хорошую подготовку и импровизацию и это ваш план скорее не плана список дел и там у меня один пункт разрушить империю гадсона ну нужно лишь попасть в его тайное убежище но если оно тайное откуда вы знаете что где она когда джек забирал сундук сокровищами я выстрел из винтовки и повесила на него маячок в смысле на сундук они на джека прямо как фильме да только тут вам не фильм все по-настоящему может все-таки попросить я помощь его цена боюсь полиция нам не поможет и гадсон для них чисто как слеза младенца но я-то знаю о нем правду хоть доказать не могу пока что может я как-то могу вам помочь да вот презент за вашу выдержку и помощь на скальный рисунок повесьте его пожалуйста в кофейне для вдохновения хорошо спасибо может что-то еще до на нашу операцию нужны средства можно собрать 27 заказов как обычно а можно пожертвовать 195 алмазиков тогда мы тут же отправимся ну давайте сделаем 27 заказов ладно придется подождать если передумать и дайте знать окей так дайте клянем что-то у нас за наскальный рисунок стильный склад так услышите забавно маленький рисуночек такой вот сюда вот она у нас не влезет влезет шикардос будет смотреться да только знаете как мы сделаем сейчас мы вот сюда его повесим вот наверно эту штуку повесим вот на на эту штуку повесим вот сюда ой 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 а чё он не влезает а я понял ладно давайте тогда вот сюда его повесим все я что-то не не хочу долго ковыряться хотя конечно он в том месте куда я его изначально хотя бы есть он был лучше посмотрелся есть просто больше клеточек здесь 4 на 4 все нормально сойдет стильно окей возвращаемся к маргарет ну что вы живы как все прошло я получил по главе и видела клеопатру и видимо сильно получили помните что было в убежище она оказалась огромным ангаром посреди леса мы проникли туда с помощью новейшей разработки которую я купила для похода какой-нибудь шпионский гаджет супер современный складной нож в нем есть микро базука лазер вай фай даже зубочистка с ее помощью мы вход и открыли что было внутри везде стояли восковые фигуры знамидости гадсон помешан на этом а значит там вы и увидели клеопатру точно мы долго шли рассматривали фигура видели и клеопатру и цезаря и даже самого гадсона он и себе восковую фигуру слепил я так и подумала но вдруг памятник ожил это был настоящий мистер гадсон и тут же выбежал джек и повязал нас в наручники ох это была ловушка но вы же как-то выбрались я решила навести страх на этих нахалов и сказала что за ними придут гадсон зловещий расхохотался он нашел маячок и уничтожил его и что было дальше гадсон своим низким голосом прокрепил я уничтожил маячок теперь придется уничтожить сокровище темы его твои чтобы не оставлять следов гадкий мистер гадсон да уж мы были обеспечены пропасть без вести вместе с бесценными сокровищами но как вы спаслись спасение пришло откуда не ожидали это спросите об этом лору а то я что-то распереживалась окей так ну что давайте с лоры пообщаемся ну что расскажите что было когда вас закал заковали в наручники мистер гадсон посмеявить приказал джек уничтожить сокровища но джек засмеялся было видно что внутри у него все переворачивается ему не понравился приказ до нехотя он облил сундук бензином и навел пистолет гадсон торжествовал джек выстрелил сундук нет вместо этого он медленно перевел пистолет на мистера гадсона тот аж поблинил все-таки джек оказался честным человеком что было дальше гадсон бросился на джека пока они дрались маргарет открыла наручники и зубочистки и с микро базукой наперевес бросилась помогать джеку они одолели гадсона да теперь он под следствием черный рынок артефактов раскрыт ах да мы открыли сундук сокровища и что там было секретное оружие клеопатрия да но не мечей копии а косметика но я так и дал я так и знал я так и думал в древнем египте многие и пользовались одна половина сундука принадлежала клеопатрии а вторая ее мужу марку антонио вот это поворот в любом случае я счастлива сокровища музея джеку назначили общественной работой восстановить дом мастера с чудесами света класс а что вы будете делать буду помогать джеку потом собираюсь в новое путешествие спасибо что пережили со мной это приключение вам спасибо кстати мы нашли античную статуи девушка с кофе скоро ее выставит на продажу но пока она мне ее можно купить подешевле взгляните на эту красоту давайте посмотрим не люблю античную статуи как эта девушка слишком одета на мой взгляд зато у нее есть чашечка кофе ровно такая же как стоит у меня на столе только у меня рыжего и синького цвета окей ладно а друзьям насчет девушки с кофе а предлагает купить ее за 495 ну мне надо подумать хорошо приходите когда думаете окей ну что друзья наши приключения закончилась даже жалко честно говоря но по моему было достаточно интересным приключением если вы обратили внимание мы с вами набрали нужную сумму в тишках как кто-то говорил из подписчиков девять с половиной миллионов нам потребуется для покупки оборудования на 31 уровне поэтому у нас все готово для того чтобы пройти еще один квест и получить 31 уровень но об этом мы узнаем следующий раз приходите еще будет много интересного всем пока пока пока